на канал за гет поступил такой вопрос почему у одних есть все у других ничего такой просто риторический потому что можно сказать так что все же у нас есть все у каждого чеки все а штука все все это наша жизнь жизнь на божия нам господь дал то самое драгоценное богатство самое главное богатство это на эту жизнь которой мы живем чем она начинается здесь на земле а никогда не заканчивается она продолжается в вечности что мы еще имеем какое еще богатство мы имеем богатство веры тот имеет его больше кто это имеет его меньше но все же господь дает обильно и каждый человек если захочет может разбогатеть и быть богатым в плане веры если он откроет свое сердце если он попросит до бога веры то господь обязательно даст потому что в этом есть воля божия какие еще у нас есть богатство нашего газ это свобода мы свободны люди мы можем жить как хотим в нашем сердце можно выбрать что хотим можем свободно выбрать веру можно свободно выбрать заповеди божие мы совершенно свободно можно бога любить любить людей и к этому нас никто не принуждает и в этом наша радость потому что мы свободны в чем еще у нас есть драгоценного что еще нас есть драгоценного в жизни мы можем и каждый из нас имеет дар покаяния господь дал это каждому человеку другое дело что не каждый этим пользуется только тот кто имеет веру то хочет быть верующим но все же тем не менее это дар у нас есть и мы имеем дар покаяния и можем изменить свою жизнь что еще господь нам дал возможность спасите от наших грехов господь пострадал на кресте за каждого из нас господь принес за каждого искупительную жертву и в этом наше богатство мы можем спастись мы можем покаяться можно получить прощение наших грехов и это великое дарование бога каждому из нас поэтому изначально можно сказать так что мы у нас есть все все необходимое но бывает так что в земной жизни у кого-то есть больше каких-то материальных ценностей если это ценности конечно условные ценности у кого-то их меньше и то и другое бывает дано по расположению человека по его вместимости по той миссии которую должен принести которую должен исполнить на земле по тем задачам которые перед ним ставит сам господь если человек имеет большее значит соответственно этим должен лучше распорядиться и ему много труднее с этим большим жить если человек имеет меньшее с этим тоже будет непросто потому что надо приспосабливаться к тому чтобы жить в скудости чтобы что-то потерпеть чем-то посмиряться чтобы никого не позавидовать так или иначе надо понимать что господь дает ровно столько сколько бывает нам полезно поэтому наша задача научиться принимать все от бога с благодарностью и как говорил апостол павел что он учился жить в изобилии и он учился жить с худости и в изобилии в скудости он оставался верным богу и мы же тоже будем помня о тех главных богатств которые мы имеем от бога о том что он нам дает просто так даром мы даже не все взять-то можем но тени мы все это имеем все же будем учиться жить и в изобилии материальном когда она есть хоть она редко бывает и в скудости тоже когда господь так благословит и самое главное не роптать и не унывать а за все бога благодарить внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео